И да будут милости великого Бога, и спаса нашего Иисуса Христа со всеми вами. По преданию считается, что именно на горе Фавор преобразился Иисус Христос и его ученикам. Господь повелел служить Иисуса. Сегодня в Хостинском храме прошла праздничная торжественная литургия. Ее провел секретарь епархии Екатернодарской и Кубанской протеерей Илья Быстров. Всегда мы считаем своим долгом оказаться в этот день, в этом храме, пообщаться с людьми, молитвенно, разумеется, в первую очередь. Увидеть те лица, которые нуждаются в слове, утешении, в молитве в первую очередь. Конечно, очень приятно оказаться в таком райском месте, потому что Хостинский храм преображения Господня по своему замыслу строился как уменьшенная такая копия храма гроба Господня, который есть в Иерусалиме. Несмотря на жаркую погоду, прихожане собрались на праздник, приняли участие в крестном ходе. Здесь есть свой приход, и люди приезжают даже с других районов города, потому что храм пришелся по душе. Его историю ходит в 1914 год, когда по инициативе Марии Федоровны Щегловиты и супруге министра юстиции Царской России в хосте в русско-византийском стиле была построена православная церковь, получившая название в честь преображения Господня. Мы постоянные прихожане этого храма, украшали этот храм, поэтому мы здесь. Сегодня столько батюшек, сегодня действительно преображение все батюшки преобразили, все красивые, прихожане красивые. Это же такая радость. Прийти сегодня просто невозможно было. Нельзя сегодня не прийти. Преображение Господня по народному календарю называют еще яблочным спасом. Прихожане принесли с собой яблоки, груши, сливы, виноград и другие фрукты. Священнослужители осветили их и пригласили людей к праздничному столу. Сейчас пост, поэтому угощали картошкой, рыбой и свежими овощами, были и пирожки с яблоками. А в народе говорят, пришел спас всему час. Поспели яблоки, значит пора готовиться к осени. Елена Всецна, Борис Осин, телекомпания ФКТ.